Теперь я бы хотел поговорить на актуальную тему. Зародилась у меня мысль обсудить это коротко, после того, как я почитал в интернет-СМИ разного рода инициативах и контр-инициативах в связи с переводом, во-первых, священного писания и разных богослужебных книг с церковно-славянского на русский язык, православных имеется в виду, и в конце концов перевода богослужения с церковно-славянского языка, на котором сейчас оно происходит, ну, исключая там какие-то короткие вставки, типа проповеди, которые обычно на русском проходят, в остальном весь корпус на церковно-славянском. Вот существует определенное движение, которое стоит за то, что надо переводить на русский язык. И существует контр-движение, которое говорит, что делать этого не стоит. И я бы хотел, я коротко так обрисую, так сказать, аргументы за и против, которые высказываются, ну, а потом перейду к своему соображению, которое будет касаться, так сказать, философии языка, можно так выразиться, и вот это будет темой моего доклада. Значит, ну, коротко, можно охарактеризовать так, кто выступает против перевода на русский язык, сохранения церковно-славянского языка как языка богослужения. Ну, во-первых, условно говоря, так скажем, традиционалисты. И аргумент такой, что, ну, так всегда было, давайте так и оставим. Достаточно понятный аргумент. Вот. Ну, во-вторых, это, скажем так, ну, любители, собственно, церковно-славянского языка, которые говорят, что он очень поэтичен, вот, он, так сказать, способен что-то передавать, что не может передать русский язык, вот. Вот. И, ну, вообще он действительно отличается от русского языка, содержит разные, разного рода грамматические конструкции, и управление, и падежные, насколько я понимаю, падежные отношения другие, и временные формы глаголов там присутствуют, отличающиеся от русского языка, и, естественно, как бы прямой перевод. Вот. Вот. Он при переводе на русский язык что-то из, так сказать, какой-то смысл будет утерянуть. Ну, и вообще церковно-славянский язык более древний, говорят они, а раз более древний, значит, менее конкретный, то есть, как бы в нем более широкие смыслы, как бы смысловые контексты за каждым словом стоят. А поэтому, если мы будем переводить на русский язык, мы неизбежно сузим смысл того, что говорится во время богослужения. Вот. Ну, вот, собственно. Ну, и тут же, как бы, возникает контр-аргумент о том, что, в общем, церковно-славянского никто не знает, он непонятен в первую очередь для тех, кто впервые приходит в храм. Вот. На что резонно отвечают, ну, давайте, как бы, учите. Вот. Так сказать, надо сначала изучить, потратить, так сказать, какие-то силы, а потом все будет хорошо. Вот. Ну, а аргументы тех, кто за перевод стоят, ну, вот, они в основном сводятся к тому, как я уже сказал, что этот язык непонятный, вот, этот язык может быть где-то устаревший, где-то, как бы, он вызывает какие-то, ну, ненужные ассоциации. То есть, скажем, какой-то наивный перевод определенных выражений в связи с тем, что определенные корни, то есть, корни церковно-славянского языка, они, как правило, транслируются в русский, но могут менять значение слов, ну, вплоть до противоположного, да, и ты читаешь нечто там, вот, узнаешь слово, но смысл вычитываешь, не зная церковно-славянского языка противоположного. А главный довод состоит в том, что церковно-славянский, это все равно перевод с греческого. Да, да, но главный довод, главный довод, что церковно-славянский, это все равно перевод с греческого языка, более того, более того... Богослужение и Библия на церковно-славянском Это все равно не оригинал Это перевод с греческого И даже греческий, где-то говорят они Не является оригиналом Потому что Иисус Христос ходил, когда проповедовал на арамейском Ветхий Завет существовал на... Не иудейский, а как там... На иуде Но это неизвестно Но так иначе, по крайней мере, Евангелие в каком-то смысле является переводом Потому что действующие персонажи там говорили на арамейском Что касается переводов, то, допустим, относительно Евангелия Не буду спорить, а относительно каких-то более специальных богослужебных книг Совершенно непонятно, являются ли они переводом с греческого языка Может быть и нет, может быть это совершенно оригинальный Современная концепция говорит, что... Церковно-славянские темы А мы не будем так понимать Что они переводом с греческого Второе возражение того же характера состоит в том, что никаких проблем с проведением богослужений в Японии, Китае, Англии и так далее На японском, китайском, французском нет То есть там православный храм, имеется в виду Православные сообщества за границей Во всех этих странах У них все богослужение переведено на тот язык, на котором в этой стране говорят Ну там есть нюансы, конечно В Японии может быть на какой-то старый японский переведено Но, насколько я понял, вот в Америке или в Англии говорят просто на английском Ну то есть переведено на современный английский язык Ну и это, конечно, ставит тоже интересный вопрос Почему как бы там ничего, так сказать Ничего сакрального мы не теряем при таком переводе А здесь вот мы должны сохранять церковно-славянский язык Извините, вопрос, а вы уверены в том, что в США там переведено? Да, ну это факт, да Это факт? Да, да На самом деле, как бы я просто здесь хотел заметить, да, сразу по поводу Что, понимаете, защитники церковно-славянского языка, они ведь почему защищают этот язык? Им только кажется, что этот язык какого-то высокого штиля Если мы посмотрим на самом деле, что в поэзии, да, вот, чем поэзия отличается, скажем, от обычной речи, да В поэзии тоже используют эти устаревшие слова Они вновь, как бы, из сундуков, там, откуда-то достается, там, завшивые эти слова, да Но почему-то они для нас звучат, как бы... А если мы посмотрим на хорошую поэзию, то там и их нет Нет, просто суть-то в чем состоит? Суть состоит то, что это эффект, на самом деле, восприятия Тот язык, который мы, в нашей повседневной жизни, который мы используем Ну, хорошо, класс, я все это хотел сказать, вот Просто не успевал Потому что я хотел сказать, что да, есть и такой момент Например, есть, допустим, властелин колец, и там есть эльфийский язык, да И все почему-то, ну, толкинисты считают, что он каким-то образом возвышенный А возвышенный, ну, просто потому что непонятный Вот, если он другой Переходя к теме своего выступления, ну, как сказать, к содержанию своего выступления Я хотел сказать следующее Что вот на самом деле, мне кажется, вот эта гипотеза, да Вот те, кто охраняет вот это, ну, действительно, некое охранительство Вот, охраняет этот церковно-славянский язык, вот, в качестве языка благослужения Они, ну, неосознанно, может быть, а может быть, и осознанно понимают его как сакральный Да, то есть вот это сакральный язык, а русский язык, несмотря на то, что там на нем, вроде как, существует и поэзия Ну, об этом, естественно, забывают Это все-таки язык, как бы, профан, то есть это язык жизни Вот, и вот это разделение проходит по, по линии, так сказать, различия сакрального и профанного Причем это и в латинском, и тоже точно так же Наверняка, да Латинский язык благослужения и как бы длинные И здесь, когда мы поняли это развлечение так, мы, как бы, в первый момент можем действительно посочувствовать вот этим охранителям Действительно понять, что они стоят за что? За то, чтобы, вот, не дай бог, профанное вот это вот, да, в лице, как бы, вот этого вот уличного русского языка Вот, они прямо так говорят, язык подворотни, русский перевод, язык переведено на язык подворотни Чтобы он не проник вот эту сферу сакральную и, так сказать, ее не испортил, вот, понимаете? Вот, это современная реальность, да? Они перестанут быть избранными, которые знают это, и в Аблополе что-то не знают Да, 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 это как бы уже, это уже тенденциозный ваш рассказ Давайте в рамках чего-то есть Одна из первых первопричин Ну, как же, если что-то, вот, область замкнутая есть, и я там, в этой области, царь и бог, если допущу кого-то, ну, зачем? Это подспудно, может быть, не я, а это явно Я думаю, что большинство, как бы, вот, именно верующих, да, которые ходят в храм Нет, может быть, они чувствуют себя избранными, знающими церковно-славянский язык и, так сказать, хотят дальше смотреть на других с высока Но, по крайней мере, исходя из того, что они исповедуют как-то совершенно другую веру Ну, хочется верить, что это не все Кто-то находится в неком, просто, так сказать, ну, не то, что в заблуждении Кто-то искренне хочет оградить, да? Ведь сейчас очень многие что-нибудь хотят от чего-нибудь оградить Мы это наблюдаем постоянно Так вот, я хотел поговорить именно про охранительство И вот во что оно выливается, вот, допустим, в такой ситуации Ведь невозможно охранять сакральное от профанного Не охраняя одновременно профанное от сакрального Если мы выстраиваем вот эту, как бы, перегородку, да, если мы Если сакральное, да, как бы, запирает вот это профанное вовне Как у того же Дорида есть там понятие Град разум, он, как бы, он запирает безумие вовне Вот это он профукол пишет Так и здесь, сакральное, оно, как бы, вот в этом монастыре, я не знаю Или в этом церковно-славянском языке, вот, себя хранит Но тем самым оно, вот это вот, эти стены, это ограждение Оно не дает и, если действительно в сакральном есть что-то такое ценное Что-то важное, да, не дает ему пройти в эту жизнь Собственно, в банальном смысле это проявляется в том, что люди приходят и не понимают, о чем там идет речь И на этом богослужении уходят Но не в банальном, на мой взгляд Здесь уже, как бы, пойдет какая-то философия, даже, может быть, фантастика, да, от философии Вот, в небанальном смысле это происходит и в жизни одного конкретного верующего А именно, вот представьте себе, в храме ты на богослужении и ты там молишься Не только ведь богослужения, но и молитвы, да, большинство молитв на церковно-славянском языке Есть несколько уже на русском появившихся, вот, там, за последний, там, век или два Вот, ну, основная масса молитвослов на церковно-славянском Так вот, ты и обращаешься к Богу, и, так сказать, совместно там, так сказать, во время богослужения Все время находишься в языковой среде церковно-славянского языка И выходя из храма, ты вдруг, да, переключаешься на язык русский Ну, потому что в жизни ты говоришь на русском языке, вот, по всем своим делам И, так сказать, мы понимаем с вами, как философы, да, что даже если есть какой-то независимый от языка пласт Даже если есть независимый от языка пласт смыслов, да, ну, словно так Словно было бы так, что есть вот некие смыслы, которые сами по себе, а потом мы их выражаем в языке Да, это такое наивное представление, ну, как бы, скажем, классическое, да Вот есть смыслы, и мы их выражаем в языке просто как в некой форме То даже в этом случае язык не является чем-то безопасным Он, так сказать, оформляя все эти смыслы, каким-то образом их трансформирует И не только на уровне словаря, да, а в первую очередь на уровне грамматики Если, как бы, у одного языка одни грамматические структуры, у другого другие То просто некие смыслы, которые даны в одном, пытаясь выразить их в других, их можно исказить Так вот, понимая, что язык не является чем-то безопасным, вот таким, как бы, ну, то есть чем-то, что проходит нейтрально Да, тем, что без последствий для мысли позволяет свою смену Мы понимаем, что такого рода разделение, оно подталкивает, словно бы, да Словно бы санкционирует сохранение статус-кво Сохранение, то есть, вот Бог остается внутри церкви, да, так сказать, вот он там на богослужении остался А в мир все это сакральное не приходит И в жизнь вот этого одного единственного верующего, да Мы не говорим сейчас про каких-то приходящих Вот он, он там был верующим, он вышел, он перешел на русский язык Это понятно и психолингвистически, я говорю, и можно даже это пытаться понять, вот, так сказать, философски Вот, в смысле изменения структур мышления Вот, вот, собственно, тем мысль Это понятно, мысль-то на самом деле Простенькая достаточно Нет, нет, не простенькая Дело в том, что, понятное дело, как бы, с какой позиции ты защищаешь, да С какой-то феноменологической позиции, вот я пошел там в церковь, и мне так понравилось Нет, я-то как раз говорю про то, что надо переходить на русский язык В богослужении, то есть, а, да я же не сказал Надо переходить, безусловно, на русский язык, чтобы, если мы, допустим, говорим якобы, что церковно-славянский лучше и выше Ну так, он, видимо, лучше и выше, именно потому, что на нем говорят о каких-то вот таких возвышенных вещах Я сейчас немного, как бы, сгрубляю, да Но, если русский язык это язык-подворотник, так надо на нем говорить об этом и заставлять его расти Да, и он станет лучше То есть, не так, что мы сами лишаем его возможности расти Вот, это первый момент И второй момент Сохраняя двуязычие, мы, как бы, находимся в ситуации такой некой шизофрении И мы сами санкционируем для себя, ну, я имею в виду верующий, да Как бы, от лица верующих, хотя я сам не верующий Вот тут рассуждаем эту тему Но, тем не менее, да Жена верующая И вот там она ей чего одна больше нравится Ей, вот церковный славянский, но с моими рассуждениями она согласна Так вот, я хотел, давай, если, как бы, смотреть вероучительно Ведь Бог, на самом деле, принимает человека независимо, там, племени, национальности, языков Это понятно Зачем вообще нужно какое-то особое богослужение, на каком-то особом языке, чтобы обратиться к Богу? Ведь, на самом деле, не консервирует ли это, на самом деле, не приватизирует ли это доступ к Богу? Получается, что Бог только в церкви есть Потому что именно там, на правильном языке, сообщает Богу, как правильный нужд Да, да, это действительно А суть в вопросе должна состоять, что к Богу можно обратиться любым способом Это понятно И Бог к тебе пойдет на греческом, на русском, на старославянском Есть нюансы Ты слишком широко, как бы, к такому, к таким революциям никто не готов Это таинство, там, Евхаристии, да, то есть, причастие происходит именно в церкви И дома оно не происходит То есть, все-таки, церковь остается, как бы, остается центром, да, где события происходят Предположим это Но даже в этом случае, ты прав И можно к вероучительным обращаться Можно к Евангелию обратиться, к апостолам Вот, христианство, как раз, оно противоречит законсервированию какого-либо вероучительных истин в каком-либо форме Оно, в принципе, как бы, именно не должно Да нет, даже не... Должно, как бы, преодолевать любые формы Если она консервируется в какой-то форме, то возникает вот эта ветхозаветная церковь Что новозаветное, вот, настоящее христианство, оно должно быть вот это уличное Кому обращался? Нет Если вы хрический текст почитаете, там он разве что матом не ругается Христос, понимаешь, он по себя называет Улав, улав, не хочется... Плянец и обжор, сам себя называют Не хочется, не хочется учить верующих, каким должно быть и христианство Да? Вот, я бы не хотел этим заниматься Семя, я православие всю эту речь Да, да, не хочется Потому что, ну, пускай, ну, пускай, ну, пускай, ну, ну, мы вольны, как бы, размышлять И говорить, каким последствиям, так сказать, философским Приводит вот такого рода диспозиция, да, допустим, двухязычная Вот это можно делать Ну, а с точки зрения вероучительных, я просто хотел добавить Просто когда апостолов посылал, вот, так сказать, после воскресения Иисус Христос На них снизошел дух, вот, святой дух И дарован способность, да, говорить на разных языках Чтобы они шли и проповедовали на тех языках, на которых... Антон, а вопрос такой А что у вас эта друг тема, значит, сволновала, вот, и так, это подведена на выводы? Нет, это всегда просто Ну, вот, смотрите Нет, ну, сейчас просто я близок То есть, вот, почему именно Вот двоязыщие вот среди русских, да, или как-то Это, то есть, посыл такой, что вы чувствуете некомфортность, надо там расширить Или я понял, вы сказали, что вы в церковь не ходите Нет, ну, я, как я туда вожу жену, иногда тоже там с ней постою Вот, ну... И чувствуете какой-то дискомфорт, да? Да нет, я не чувствую дискомфорт Просто есть, как бы, темы какие-то, вот, которые обсуждаются в связи с церковью С церковью, да, то есть, вот, реформирование какое-то Или контрреформирование И, как-то, вот, я этим интересуюсь, да Ну, условно говоря, вот, кто-то, допустим, возит детей в детский сад, да Вот, и он, естественно, как бы, ну, сам не ходит в детский сад Но он будет интересоваться тем, что там происходит, и печься об этом Если он видит философскую проблему в этом, то он пофилософствует И пофилософствует Я не хочу сказать, что церковь есть детский сад И моя жена, ребенок, которого я туда вожу Нет, вот, это просто, как бы, смешная аналогия, да Но не обязательно быть, так сказать, непосредственным участником чего-то, да Чтобы оно вызывало твой интерес Достаточно, чтобы близкие твои были в это как-то вовлечены Ну, как философ, Антон просто ко всему относится философски Вот есть тема, и он это вот так связывает Есть проблемы Еще хотел сказать просто, почему, может быть, еще происходит Богослужение упорно происходит в церковной славянской Ведь всякого рода обряды церковные, они же читаются не просто так выдуманными людьми А они как бы боговдохновенные То есть... И бог вдохновен на том самом языке Нет, дело же не в этом И поэтому, понимаешь, какие-то частые, тем более глубокие реформы в церкви Они, естественно, будут наталкивать на мысль, что никакие они, все эти обряды Нет, не боговызновенные, а... Чтобы, да... Чтобы это рассказал Он сказал, что русская православная церковь за рубежом Уже давно практикует богослужения на всех языках На всех языках, на которых... Вот, да, это раз и в... Нет, ну это... А тебе, Стас, не кажется, что... Это просто интересный фактор А второе... Разделение крестьянства на всяком уровне, там, католичество, там, православие, там, радиостантизм Во многом связано просто с языком, с языковыми различиями Ну и культурными... Нет, а второй момент состоит в том, что синодальный перевод Библии Ну, насчет всех богослужений я не знаю, но Библия точно, да, существует уже очень давно Более того, вот это вот было в 17-18, 1917-1918 году Какой-то тоже, ну, Свинутов, по-моему, заседал Они уже решили, что надо переходить на богослужение на русском языке Но потом это как-то решение отменивает, что-то там будет То есть это не так, что... Я могу сказать, что есть священники, которые служат на русском языке, но они считаются едиником Да Ну, есть у нас, как бы, раскольники такие Только не раскольники реально, да? Ну, они... То есть их тоже считают... Ну, не знаю, что-то их иссаная, честно говоря, подробности там, как... Я просто не помню сейчас фамилию, но человек перешел на богослужение на русском языке И все, он, как бы, поскольку это не было сверху, да, разрешено, то он считается, как, вроде, как еретик В чем его еретичность, не понятно Почему? А если он на гречесе-то начал богослужение вести, тоже еретич, что ли? Я просто что хотел еще закрепить, так сказать, отметить, что вот сторонники церковнославянского языка, они все время апеллируют к тому, что те, кто хотят, чтобы богослужение проходило на русском языке, они хотят упрощения для себя жизни, да? Они хотят, чтобы было проще Ну и Христос был прост, и все у него было просто, и все его там проповеди, они простые, они обращены к народу простому, вот самому простому, а не к ученым каким-то мужам И поэтому все должно быть просто, это на самом деле нормально И про то, что мы язык русский подаем действительно на какие-то высоты, это тоже правильно? Просто если все эти смыслы, да, будут в него входить, вот, то это позволит, может быть, привнести здесь на какие-то новые управления, там, вот эти поддержные, ну, по необходимости Мы в этом случае много чего узнаем, чего, может быть, о чем даже не догадываемся Потому что все это за такой броней, за это, что зашнурованное, это, там, спрятано, за такими стенами, что мы никогда не узнаем, даже если выучим Как известно, выучить язык не так просто, да, даже если выучим, мы все равно все... Это все должно войти в язык, да? Они хотят построить какую-то там православную, святую православную Русь, а русский язык остается и будет оставаться таким, какой вот он есть А как вы отнесетесь к такому, допустим, предложению? Может быть, расширить наш образовательный уровень населения, допустим, ну, в частности, русскоговорящих, дополнить их знанием церковно-славянского языка А может, есть что-то? Да, на греческое, на ангелическое Нет, может, я так говорю, правда Что, расширить, так и таким образом, значит... Я говорю, с моей точки зрения, с моей точки зрения, проблема состоит не в том, что люди не знают и не понимают, как вот они считают и булат считают А с точки зрения, для меня проблема состоит в том, что тот, кто знает и понимает, он, для него есть, скажем так Он, его существование разбивается на два региона Существование на одном языке и существование на другом языке И это разбиение проходит ровно там, где он выходит из церкви, понимаете? И это очень плохо Если бы он полжизни проводил... Ну, это все равно, что... Вы сами не ходите в церковь и так утверждаете Согласен, это гипотеза А скажите, а где еще, в каких еще церквях на древнеславянском языке? В украинской? Ну, украинской какой? В Сербии... В Сербии там... А там, да, и... А сербово-славянские языки? Нет, там какой-то сербский... Сербский... Только в Артестанте, да? Да, в этом состоит смысл, честнатисты, да Чтобы перейти на родные языки Так нет, значит чего получают... Так еще где? Болгарский, наверное, славянский? Везде, где славяне, там... Или там уже переведено? Ну, на самом деле, знаешь, плюс какой есть сербово-славянского? Что это объединяет всех славян Потому что все славяне там... Я не уверен, надо выяснять, по-моему, все-таки разные Нет, на Сербии я просто слушал песни А, ну, и что? На сербово-славянском там все Сербово-славянское Песнопение там, они исполняют песнопение такого-то века То есть, это не совсем может быть правильный... Болгарский... Они приезжают к нам и поют в наши цели Точно также, не как бы, входят Но это несколько миллионов человек, это мало интересно А? Несколько миллионов человек, или все это? Ну, славянское сербово-сербово-сербово-сербово-сербово-сербово-бразилия А, в Бразилии? Видимо, на бразильском Это что там? На американском Ну тут, на бразильском-испанском Я буду тебе рассказал, что он подружает. Я прошу это вырезать. С краблениями греческого. Кириус и Лейсон они поют на греческом. Значит, в Аргентине, в Бразилии. Нет, в Греции поют на греческом. А эти католики иногда оставляют фразы греческие. Кириус и Лейсон, допустим, да? Господи помилок. Они иногда Кириус и Лейсон, Кириус и Лейсон на греческом говорят. Потому что я не знаю, какой они там еще там есть. То есть все эти главные... То есть они, видимо, считают, что Бог по-греческому. Церкви служат по-греческому. Ну там это во всем этом смешное, что Бог говорит, если Он вообще говорит на каких-то языках, то на всех. А так предполагается, что Он вообще на языках не говорит, и может к Нему вообще без языка обращаться. Просто мыслью как бы. Здесь не проблема в языке именно, что Бог услышал, а проблема в ритуале. А ритуал зачем совершать? Как зачем? Приять словом. Нет. Если у нас вот такие-то иконы, вот так-то устроено служение, вот такие-то одежды и вот такой-то язык. То есть там язык не столько как общение с Богом, а именно ритуал. Давайте все-таки не испремлять. Во-первых, как бы есть все-таки содержание некоторой веры. Да, то есть вот и это не просто отличие языков как бы у нас читают. Там действительно немножко там православие там отличается от католицизма. Это можно все разбирать. Это не чистое языковое различие. Есть содержание веры. И поэтому, конечно, они считают, что язык важен. Почему? Потому что надо как бы без искажений как-то передать это содержание, чтобы люди продолжали верить в то же самое. Это не просто же ритуал, да? Нет. Ритуал-то и есть. Нет, здесь есть другая партия, потому что ты их призываешь. Ты их призываешь практически к уничтожению церковно-славянского языка. Старо-славянского языка. Ему больше негде будет существовать. Да. Потому что ему негде будет существовать, и он вымрет. Хорошо, я могу предложить другое. Давайте все начнем говорить на церковно-славянском языке. Вместо карет появились машины, а он как-то жалко карета. Да, да, да. Еще один язык умрет просто. Ну, умрет и что? Так он и так мертвый. В том-то и дело, что он мертвый, потому что на нем не говорят. На нем же не говорят, понимаешь? Вот в чем дело. Его просто повторяю. И главное, что проблема, да? Проблема молитвы. Ведь как там с молитвой? Ну, в православии в всяком случае. Ты молишься, сначала тебе советуют молиться по молитвослову, по готовым молитвам. Вот молитва такого-то, стартся такого-то. Ты как бы ее повторяешь. Ну, естественно, ты должен проникнуться тем, что там говорится. Как бы говорить это от себя. Понять это, да? Прочувствовать как-то, да? Но говоришь этими словами. И эта молитва, она как бы ведет тебя правильным путем, да? Ты еще не знаешь, что и как говорить. А потом ты должен прийти к тому, что ты будешь молиться своими словами. Но для этого надо еще, извини, Булат, не просто сразу, да? Надо вырасти духовно до определенного уровня. Я могу еще сказать, что самая большая проблема не молитва. И представьте себе ситуацию. Салтырь исключительно на церковнославянском. Да, да. Везде. И представьте себе, вот ты молился, молился на церковнославянском, а дальше тебе надо молиться своими словами. И как? Ты будешь компилировать какие-то церковнославянские вот эти выражения, или ты все-таки будешь говорить от себя, а говоря от себя, ну вот от последнего, так сказать, сердца, мне кажется, ты все-таки будешь говорить на том языке, на котором ты думаешь. Да. Вот. И что ты говоришь? Ну а община на церковнославянском, разве он там не красиво звучит? Красиво. Ну и все понятно. Если ты знаешь точный перевод. Нет, ну вот вдруг ты решил сказать что-то не совпадающее с каноническим молитвословом. Что-то от тебя. Я знаю на греческом. А я знаю на греческом. Ты должен дорасти до таких духовных решений, чтобы не хотеть. Нет. Нет. Это считается все-таки целью. Я вот слушал, допустим, как по-французски звучит. Понимаешь, в этом нет ничего плохого, если ты как бы имеешь разнообразие. Другое дело, что нельзя упираться и считать, что есть какой-то канон, как бы и шаг вправо, шаг влево, это все как бы там. А все эти стареобразцы все на всяком старецком? Да. Все? Наверное, да. Ну вот так. Конечно. Не, просто интересно. Может кто-то из них дозрел уже до этого года.